Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Ненецком округе обсудили депутаты, представители администрации округа и бизнес-сообщества. О том, что мешает развитию предпринимательства в регионе и какую поддержку оказывает бизнесменам государство, расскажем в нашем следующем сюжете. По состоянию на 1 октября текущего года в Ненецком округе зарегистрировано 1810 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1269 индивидуальных предпринимателей. Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком округе Герман Сопочкин, в регионе отмечается положительная динамика развития предпринимательства, но в то же время есть и ряд проблем, в том числе административные барьеры и значительная налоговая нагрузка. Во-вторых, это факторы, объективно характеризующие развитие бизнеса в регионе. Это экстремальные тематические условия, которые отражаются практически на всех видах хозяйственной и социальной деятельности. Это неразвитость транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры для бизнеса. Это высокие тарифы на электроэнергию в сельской местности. Сложная логистика и зависимость бизнеса от завоза в ограниченные периоды навигации. А также дороговизна транспортной доставки грузов. Также среди проблем развития предпринимательства в регионе бизнес-омбудсмен обозначил низкую активность среди молодежи. Участники круглого стола резюмировали. Развитие бизнеса в регионе невозможно без поддержки государства. На сегодняшний день в округе реализуется программа поддержки развития предпринимательства. В рамках реализации государственной программы выделены 13 приоритетных направлений поддержки. Среди них это сельское хозяйство, обрабатывающее производство, здравоохранение, медицина, строительство, туризм, предоставление персональных услуг за исключением деятельности общественных организаций, развитие народных промыслов и другие. По словам Ольги Стрепетиловой, в рамках реализации государственной программы в округе предоставляется финансовая поддержка в форме грантов начинающим предпринимателям и субсидия. Кроме того, в округе разработаны механизмы по предоставлению налоговых и льгот. Еще одно, конечно, одно важное направление по поддержке, это, конечно, создание в 2016 году у нас на базе Центра развития бизнеса единого окна для поддержки бизнеса, который аккумулировал в себе финансовые, консультационные, информационные услуги, то есть это лизинг, микрофинансирование, гарантирование поручительства и, к тому же, еще и бизнес-инкубатор. Центр развития бизнеса занимается разработкой и сопровождением инвестиционных проектов во всех населенных пунктах округа. По словам гендиректора Центра Ирины Тихомировой, проекты разработаны с учетом всех региональных особенностей и могут успешно реализовываться на территории округа. Вкратце по тем 22 проектам, которые у нас уже разработаны, из них 60% уже находятся на сопровождении Центра. Что такое сопровождение Центра? То есть мы берем полностью на мониторинг предпринимателя, где в нужном в ручном режиме, где нужно в оперативном, то есть стараемся минимизировать все административные барьеры, стараемся вовремя включаться, если какие-то у нас вопросы возникают по проекту. В продолжение работы круглого стола состоялось обсуждение проблем, с которыми на сегодняшний день сталкиваются бизнесмены. Одна из них – необходимость оплачивать взнос. Если раньше раз в квартал мы платили взносы, то сейчас это делать надо ежемесячно. Соответственно, помимо того, что надо это платить ежемесячно, нужно еще и вести бухгалтерию. Единственная проблема, мне кажется, глобальная – это нет единых правил игры между государством и предпринимателем. На сегодняшний день, грубо говоря, нас штурмуют ежегодно. То кассами, то КЛЗ, то такографы, то клонации, то что-то еще, то что-то еще. То есть каждый день что-то новое. И это все ложится на бремя предпринимателей. По итогам обсуждения вопросов, Департаменту финансов и экономики Ненецкого округа было рекомендовано рассмотреть возможности расширения перечня видов деятельности самозанятых граждан, доходы от осуществления которых освобождаются от налогообложения, рассмотреть возможность увеличения возраста соискателя, относящегося к приоритетной целевой группе до 35 лет, и продолжить работу по повышению финансовой грамотности начинающих и действующих предпринимателей округа. Собрание депутатов НАО рекомендовано продолжить работу по оптимизации нормативно-правовых основ государственного регулирования малого и среднего предпринимательства на территории округа.